МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Новый год вступил в свои права и уже принес ряд изменений. В Беларуси установлены новый размер базовой величины и минимальной зарплаты, а также тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Вступил в силу и обновленный налоговый кодекс. Итоги 2018 года подвели депутаты облсовета. На повестке дня благоустройство, снос старого жилья и замена лифтов, а также проект бюджета на 2019-й. Мир – главная ценность. О международных проектах и детской дипломатии. Интервью с руководителем областного отделения Белорусского фонда мира Тимофеем Глушаковым. Расскажем также о том, сколько детей родилось в регионе в новогоднюю ночь и в каком храме служит лучший батюшка 2018 года. Православные всего мира готовятся к празднованию Рождества Христова. Сегодня последний день, который предшествует одному из главных событий христианского календарного года – Сочельник. Название праздника происходит от слова «сочево». Это размоченные зерна пшеницы, смешанные с медом и фруктами. Сочельник бывает дважды в году – в канун Рождества и в канун Крещения. Связано это с тем, что раньше два этих праздника отмечали в один день. Сочельник завершает рождественский пост, и верующие воздерживаются от принятия пищи до появления первой звезды – символа той, что взошла над Вифлеемом и возвестила о рождении Иисуса Христа. С этого момента и начинается празднование Рождества. Уходящая неделя – первая в новом 2019 году и одна из самых коротких для предприятий и организаций. Рабочих дней было всего три. При этом наступивший год уже принес ряд нововведений в нашу жизнь. В частности, изменились минимальная заработная плата, базовая величина, ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей. А для 18 жительниц Гомельской области, чьи дети родились в первые сутки нового года, изменения произошли куда более важные. Главное событие первой недели года – в обзоре от службы информации. С 1 января на рубль вырос размер базовой величины. Он меняется один раз в год и в 2018-м составлял 24,5 рубля, сейчас 25,5. От этого параметра, напомним, зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов, сборов и штрафов, в том числе пособий по безработице. Месячная минимальная заработная плата с нового года увеличилась с 305 до 330 рублей. Также с начала года произошел очередной этап повышения пенсионного возраста. У мужчин он сейчас составляет 61,5, год у женщин – 56,5. С 1 января суммарно на 3,9 доллара выросли тарифы для населения на услуги газа, электро и водоснабжения, водоотведения по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, а также размеры возмещения расходов на электроэнергию. А вот тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифты, обращения с твердыми коммунальными отходами сохранены на уровне прошлого года. Стоит также иметь в виду, что с 1 января граждане, включенные в списки незанятых в экономике, будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение. В Беларуси 1 января начал действовать обновленный налоговый кодекс. Изменения внесли как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц. Во-первых, для них изменился крайний срок подачи налоговой декларации по подоходному налогу. Если раньше это нужно было сделать до 1 марта, то теперь до 31-го включительно. Одновременно изменился и срок уплаты по доходному налогу с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Согласно новому кодексу, физические лица смогут предоставлять налоговые декларации на бумажном носителе в любую налоговую инспекцию, независимо от места регистрации. С 2019 года также увеличен размер дохода, который может быть получен в виде подарков и призов. Выгоднее стало издавать жилье в аренду. Подробнее с обновленным кодексом можно ознакомиться на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. В первые сутки 2018 года в Гомельской области родилось 18 детей, 13 мальчиков и 5 девочек. Из них шестеро появились на свет в областном роддоме. Здесь приняли 5 мальчиков и одну девочку. Первым в новогоднюю ночь, а точнее через 50 минут после его наступления, родился мальчик. Именно он получил красивое и сейчас очень редкое Петр. Мам, дети которых появились на свет 1 января, с поздравлениями и подарками навестили активиста общественного объединения «Беларусь». Священник из Гомеля стал победителем конкурса «Батюшка года-2018». В нем принимали участие представители стран СНГ. Лучшим батюшкой признали настоятеля храма преображения Господня в Гомеле «Протеерея Олега Кострому». Конкурс проводится в группах в соцсетях. Его организаторами выступают портал «Приходы» при поддержке управления делами Московской патриархии и грантовый конкурс «Православная инициатива». Олег Кострома руководит информационным отделом Гомельской епархии и является основателем приходской театральной труппы. Как ожидается, в 2019 году в Гомеле начнется строительство лыжероллерной трассы длиной не менее полутора километров. Сейчас определяют подходящую территорию для возведения объекта. Предполагается также, что трассу дополнит полуоткрытый биатлонный тир. Кроме того, параллельно с этим, в следующем году в Гомеле планируется построить футбольный манеж с искусственным покрытием. Впрочем, на открытие новых объектов был богатый прошедший 2018-й. Кто получил символические ключи в декабре прошлого года, знают наши корреспонденты. Этот декабрьский день в Лельщицах многие запомнят надолго. После нескольких месяцев капитального ремонта в центральной районной больнице открылось родильное отделение. Впервые рожениц здесь начали принимать 16 лет назад. Однако время внесло свои коррективы. Отсутствие необходимых санитарно-гигиенических условий привело к тому, что отделение пришлось закрыть. Ближайший районный роддом находился в Мозыре на расстоянии 75 километров от самих Лельщиц и 150 от самой далекой деревни района. В экстренных случаях роды принимали в Лельщицах, но только в качестве исключения. Фельдшер оценивал состояние женщины и транспортировал. Если состояние было более-менее женщины стабильно, то везли в Мозыре. Если были какие-то угрозы жизни женщины и ребенка, то пациентка доставлялась в нашу больницу. Здесь осматривал акушер-гинеколог и либо роды принимались на месте на базе хирургического отделения, либо транспортировали в сопровождении доктора в Гомельскую областную больницу. 23 декабря во вновь открывшемся Лельщицком роддоме первый свет увидела Валерия, еще через два дня Александрия. В семье Ирины Журовича этот ребенок стал третьим, причем все ее предыдущие дети тоже родились в Лельщицах. Хотела рожать здесь, и у меня получилось, и родила, и очень рада, что здесь, дома, на месте. Открытый в Гомеле кризисный центр первый в Беларуси. Здание выделил городской исполнительный комитет. Средства для ремонта – организации спонсоры. Проект поддержали Гомельская епархия и управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Беларуси. Особенно символично, что Новый год, когда все ждут радости, сказки, для многих сказка – это действительно просто найти крышу над головой, выпить стакан горячего чая и лечь в чистую постель, выспаться. Вот эта вот сказка, сказка для взрослых. Очень хочется, чтобы она была счастливой. И чтобы люди, которые сюда попали, оставались в будущем здесь волонтерами, а не постоянными, проживающими в этом доме. Для этого, конечно, он не предназначен. А для того, чтобы люди могли объединиться для добрых дел. На площади почти в 100 квадратных метров 10 спальных мест, кухня и ванная комната. Остаться здесь могут лица без определенного места жительства, в том числе освободившиеся из мест лишения свободы. А также иностранные граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В среднем приют предоставляется на месяц, но в некоторых случаях этот период может быть продлен до 90 дней. 10 человек одновременно могут находиться. Но мы же понимаем, что это могут быть мужчины, женщины, либо это семья в одной комнате. Ну и как долго? Мы планируем на месяц, чтобы человек месяц пожил, и потом мы его социализировали, либо отправили на родину, либо помогли ему в другом каком-то направлении. Но возможно, что это будет до трех месяцев, потому как нужно будет восстановить документы, сделать УВД запрос в ту страну, с которой люди приехали, и установить личность. То есть в силу обстоятельств различных человек может пребывать до трех месяцев. 47-й и 48-й. Такую нумерацию можно дать детским домам семейного типа, открывшимся в декабре 2018 года в Жлобине и Ельске. Сегодня в Гомельской области проживают около 3,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более 80% из них воспитываются в приемных и опекунских семьях и детских домах семейного типа. Во время открытия такого дома в Ельске родитель-воспитатель Наталья Логвинова говорит, что очень рада быть мамой сразу 10 ребятишкам. Единственное, что не позволяет высказать все чувства – слезы счастья. Детям проще влиться в семью. С первого дня, когда они к нам пришли, они, конечно, не знали, как меня, вы-вы. Мои дети подошли просто и сказали, да называйте вы ее мама. Все. Детский дом семейного типа в Ельске построили на ранее пустующем участке в центре города. Рядом стадион, средняя и музыкальная школы. Правда, во время новогодних каникул думать об учебе совсем не хочется. Это время получения подарков и осуществления желаний. Мне однажды летом Престился Новый год По зеленым травам Снегурочка плывет А ко мне с букетом и с ромашек Заявился дедушкам мороз И такой он мне ловец волшебный И понес Торжества по случаю открытия в Ельске Детского дома семейного типа Совершаются со сладким столом. Олег Сенсюров, Евгения Савина, Ольга Коновалова, Евгения Макенко, Игорь Морищенко Телерадиокомпания Гомель Благоустройство населенных пунктов, снос ветхих сооружений, замена лифтов. На пятой сессии Гомельского областного совета депутатов 28-го созыва Подвели итоги работы депутатского корпуса за 2018 год, А также определили бюджетную политику на 2019-й. Марина Джалая с подробностями. Для областного совета депутатов 2018 год стал особенным и очень значимым. В таком составе депутатский корпус проработал всего 9 месяцев. Но даже за этот непродолжительный срок удалось решить много поставленных задач И определить основные направления на 2019 год. Проанализировали на сессии и эффективность сотрудничества депутатов разных уровней с органами власти. Важное направление деятельности в прошедшем году – благоустройство и наведение порядка в населенных пунктах. Важным элементом благоустройства и наведения порядка на земле является снос ветхих и пустующих домов. В этом году мы очень хорошо поработали. 2500 таких домов было снесено и около 3000 гектаров земли было вовлечено в оборот. Что касается бюджета на 2019 год, он сбалансирован по всем источникам финансирования. По доходам и расходам прирастет на 8%. Доходы на 65% будут состоять из собственных средств, в основном налогов, и на 35% из республиканских дотаций. Расходная часть бюджета составит в этом году 2,8 миллиарда рублей и сохранит социальную направленность. На финансирование этой сферы пойдет 65% от указанной суммы. Сохраняет тема сельского хозяйства поддержки, капитальных вложений. Наш социальный блок, кроме всего прочего, наполнен еще серьезной тематикой, связанной с чернобыльской программой. Расходы серьезно прирастают на выплату льгот, пенсий и питание детей, которые учатся в учреждениях, расположенных на загрязненных территориях. Идем уверенно. В этом году планируется воспользоваться заемным ресурсом на финансирование одного из направлений расходов. Дополнительные деньги нужны для ускоренной замены лифтов. Необходимая сумма – 14 миллионов рублей. Например, в Гомеле в 2018 году заменили 223 лифта. Это более чем в четыре раза превышает цифру 2017-го. Для замены одной конструкции нужно два месяца. Это по нормативным документам. Чаще всего рабочие справляются за полтора. Сейчас в домах ставят именно такие лифты – более просторные и бесшумные. На данный момент устанавливаются лифты с более широким проемом. То есть сейчас проем стал 700 для того, чтобы жильцы с колясочками, мамы молодые, могли спокойно коляски закатывать и выкатывать с кабины не мешать. Также установлено видеонаблюдение в кабине. За этот и следующий год заменят еще около полутысячи гомельских лифтов, отработавших четверть века. На один лифт вместе с монтажом и расходными материалами тратится свыше 40 тысяч рублей. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели. Международные фестивали и конкурсы, благотворительные новогодние акции, партнерские проекты школ Беларуси и России. С одной стороны, хорошо выстроенный воспитательный процесс и отличное времяпрепровождение для молодежи. А если смотреть шире, в чем эффективность той самой детской дипломатии и что она может дать в перспективе? Об этом и не только разговор с председателем Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира, послом мира Тимофеем Глушаковым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С одной стороны, праздничная, праздная пора. Новый год, Рождество. С другой стороны, у тех, кто занимается разработкой и подготовкой и осуществлением тех самых благотворительных проектов, это как минимум горячая пора в холодное время года. Вот мы уже, значит, посетим три многодетные семьи, посетили, которые две семьи по 11 и семья 10 человек. В частности, вот в Добруши, у нее 11 детей, а надо ярко. И когда к ней приехали мы домой поздравить семью и ее с наступающим Новым годом, вручили нам ей, пусть недорогие, но сладкие подарки, но семье еще немножко материальную помощь. Вы знаете, как она это восприняла? Это уж поднимется настроение еще лучше работать. Руководство нашей республики на первый план даже ставит эта забота о наших людях. И поэтому вот совместно мы и решаем эту вопрос. Вот мы посетили два детских садика в сельской местности, тоже потому что село есть село, его надо поддерживать. И действительно, список можно достаточно долго продолжать благотворительных проектов. Много было реализовано, в том числе и в этом году. Вы, наверное, знаете, что для многих являетесь примером, личным примером активной жизненной позиции. И наверняка часто у вас лично спрашивали, как вы все успеваете? Ну, если говорить об этом, я, наверное, воспитывал с детства, потому что рано, рано умерла мать. Мы жили с отцом, и мне пришлось учиться. И школу в то время, это было 50-е годы, я школу окончил с медалью в то время. И я привык трудиться, полностью отдавать себе силу своих возможностей, силу своих знаний. Именно отдавать той работе, которую мне поручено. Так, чтобы я приносил результат. И в этом я нахожу удовлетворение. Вот, то, что я делаю, то, что мне поручают. А еще это личный пример, без которого, наверное, сложно подталкивать к активной жизни других. Например, я руководствуюсь вот высказыванием дважды героя социалистической труда, руководителя хозяйства Брестской области Бедули, который так говорил. Если я прожил день и ничего доброго не сделал, значит, я прожил этот день зря. Так вот, я руководствуюсь этим призывом и тоже рекомендую другим. И еще об одном из таких общих дел. Недавний проект, традиционный для Гомельской области, международная елка мира и дружбы, которая прошла в 27-й школе Гомеля, школе мира. Тимофей Иванович, поделитесь впечатлениями, что говорили участники, какую оценку дают организаторы. Ну, если говорить мы о миротворческой организации, и именно одним из положений вот и является проведение таких миротворческих мероприятий. Мы проводим международные елки мира и дружбы уже лет 11. Раньше проводили по региону и в Лельчицах, и в Ельске, и в Калинковичах, и в Чешетске. А вот в прошлом году мы провели эту елку в школе мира, когда пригласили делегации из Санкт-Петербурга, Смоленска, Брянской области, Сминска приехали. И наших 8 делегаций. И главная задача была наша не просто ребятам уручить сладкие подарки, хотя это мы обязательно сделали. Это далеко речь не только про благотворительность. Не только, что они около елки потанцировали, а главная наша задача была, чтобы ребята ближе познакомились с друг другу. Чтобы они узнали, какие есть условия для учебы в наших школах. И педагоги приезжали, они тоже приехали, посмотрели. И я должен сказать, что они уехали такие удовлетворенные, что они многие этого не видели. А еще та информация, которую ребята увезут о Белоруссии в свои города, в свои страны. О чем и главная речь. Задача, что то, что они увидели, то, что они услышали, они же возвращаются домой, они рассказывают своим сверстникам, они расскажут своим родителям, а те другим. И если бы были они одни здесь, а нашей Белоруссии родной будут знать десятки. Вот это очень важно. Это та самая детская дипломатия? Да. И это есть именно детская дипломатия. Тимофей Иванович, в завершении, признаюсь честно, неоднократно наблюдал за вами, за вашей реакцией, когда поднимают флаги Белоруссии, России, Украины. У вас часто на лице появляются слезы. Хочу спросить, что для вас патриотизм? А еще наверняка вы обращаете внимание в зал. Реакция у молодежи, она какая? Та, которую вы ждете, и та, которую закладываете при подготовке своих миротворческих, в том числе международных проектов? Если говорить на эту тему, то у нас в основном молодежь именно преданная своей республике, своей стране. Я вот одно даже скажу. Мы совместно с афганцами проводим фестиваль афганской песни «Время выбрало нас». Это проводится в Жлобинском районе уже около десяти раз. И когда мы говорим об интернационализме, когда говорим, значит, что мы должны быть едины, в зале, как я выражаю, муха летит и слышно. Так все это воспринимают. Именно они являются патриотами. И вот мы в своей работе пытаемся максимально воспитывать такую гражданско-патриотическую направленность. Может быть, та самая детская дипломатия станет волшебной палочкой и сможет повлиять на ситуацию? Ну, а детская дипломатия почему? Потому что мы же воспитываем детей, а мы считаем, что дети – это будущее. И есть такое выражение, что дети – лучшие посланцы мира. И если мы их сегодня правильно сориентируем, расскажем все, конечно, пусть они могут полностью не решать, но они снова будут решать эти вопросы. Спасибо, Тимофей Иванович, за это интервью. Успехов, здоровья вам и от многих зрителей и участников ваших многочисленных мероприятий. Спасибо за ваш личный пример, активную жизненную позицию. Спасибо. Афиша следующей рождественской недели наполнена яркими и торжественными событиями. В Большом театре Беларуси, в Мирском замке и Несвежской ратуше пройдут новогодние балы-маскарады. А Гомель подготовил для своих жителей и гостей вечер рождественского джаза. Чем же ознаменовалась культурная жизнь нашего региона в первую неделю 2019 года? Узнаем из культобзора. Вне всяких сомнений, путешествие – это лучший способ познавать мир, учиться смотреть на привычные вещи по-другому, а также расширять горизонты. Было бы здорово, несмотря на возраст и финансовое положение, иметь возможность бывать в разных странах. Согласитесь, звучит как желание приобрести суперспособность. У автора этих фотоснимков нет никаких преград для путешествий. И более того, для него это целая жизнь. Знакомьтесь, Юрий Бирюков – белорусский фотограф и путешественник, преподаватель фотографии. Путешествовать он начал около 20 лет назад и за это время посетил 63 страны. С 2007 года стал организовать путешествия и проводить фототуры по странам Азии, Африки и Южной Америки. Сейчас презентовал авторскую фотовыставку в Музее фотографий и печати в Гомеле. Она является продолжением прошлогодней экспозиции «Мама Африка. Племена и традиции». На этот раз посетители смогут насладиться пейзажными фотоработами. Их главными героями стали обитатели дикой природы, африканских саван, джунглей, пустынь и лесов. В Центральной городской библиотеке Менигерцена открылась выставка рисных икон. Экспозиция под названием «Святые образы» включает 20 работ мастера Владимира Куклина. Иконы созданы по канонам древнерусской прориси. Здесь есть лики Иисуса Христа, Бога Матери, православных святых. Материал выбирается тщательно. В основном это липа и олеха. Реже используется дуб. На каждую работу Владимир Куклин получал благословение. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. 12 января Гомельские городские оркестры приглашают на рождественский джазовый концерт. Состоится он в областном драматическом театре. Как обещают организаторы, гости вечера смогут услышать истории о Рождестве, любви и доброте в исполнении джазменов и солистов концертного оркестра. А далее киноновинки предстоящей недели. В прокате стартует семейная мелодрама «Путь домой». Картина рассказывает о приключениях собаки по кличке Белла, которая проделала путь в сотни километров в стремлении вернуться к своему любимому хозяину. Пути животные ждут захватывающие приключения, полные опасностей. Путешествуя, Белла знакомится с разными людьми. Кому-то она приносит радость, кому-то утешение. Еще одна премьера следующей недели – сиквел кинохита 2015 года «Крит 2». На этот раз жизнь главного героя превращается в компромисс. Крит разрывается между личными обязательствами и подготовкой к ответственному бою. Все дело в том, что противник связан с прошлым его семьи. К огромной радости поклонников Дженнифер Лопес, певица снялась в романтической комедии под названием «Начни сначала». На этот раз она играет жительницу Нью-Йорка, которая невероятно талантлива во всех начинаниях, но не имеет даже самого простого профессионального резюме. Устраиваясь на низкооплачиваемые работы, Майя пытается внести в них максимальное количество творческой энергии. Иногда это приносит бизнесу больше вреда, нежели пользы. Гомельский филиал Ветховского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова приглашает на выставку «Икона звала святшой». В экспозиции представлено около 20 народных икон конца XVIII века, начала XX, а также более полусотни рушников. Кроме того, есть экспедиционные фотографии обряда свеча и фольклорные тексты, связанные с ритуальными действами. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макеенко. Культ-обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом наш выпуск завершен. Мы поздравляем вас с Рождеством Христовым, желаем мира и добра вашим семьям. Спасибо за внимание и до встречи на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова